Посчитали неправильно. Региональная прокуратура обратилась в областной суд с сысковым заявлением, в котором частично спорила территориальную схему обращения с отходами, утвержденную приказом департамента ЖКХ. Надзорный орган не согласен с нормой, в которой сообщалось об объеме твердых коммунальных отходов, производимых на территории региона в течение календарного года. Прокуратура полагает, что цифра завышена и не соответствует действительности. Областной суд в удовлетворении требований отказал, зато Верховный 13 сентября апелляционное представление поддержал, то есть норма, которую оспаривали, признана недействующей. Это решение, считают прокуроры, будет иметь значение для рассмотрения последующих споров. В арбитражном суде сейчас находится дело о правомерности конкурсных процедур, проведенных департаментом ЖКХ по отбору рекоператора. В Ивановском областном суде у нас находится в производстве дело по нашему административному исковому заявлению. Мы оспариваем приказ уже департамента энергетики тарифов, установивший размер тарифа на обращение и захоронение твердых коммунальных отходов. То есть тот тариф, который используется уже для начисления непосредственно потребителям, в том числе и гражданам, платежей за сбор и утилизацию твердых коммунальных отходов. Региональное правительство ждет мотивировочной части судебного решения. Властям непонятны аргументы, которые учитывал суд. На это уйдет примерно 10 дней. После юриста департамента, если найдут основания, решение оспорят. Мы также эту позицию доведем до Минстроя России, обсудим с ними, выработаем единый порядок действий. Но в любом случае мы в самом худшем варианте развития событий, мы предполагаем, что мы приведем в соответствие свои документы тем решениям, которые будут приняты, и продолжим реализовывать ту реформу, которую начали. Сезонные замеры отходов по заданию департамента ЖКХ проводили муниципалитеты. И в правильности подсчета в сомнении у зампреда Максима Громова нет. О перерасчете тарифа тоже говорить преждевременно.